а рц 3 там да часто с меня качаешь наверно стримчик будет лагать посильнее хотя чертова знаю я пока не качаю нет так качаешь вижу нет скорость стриме 3 килобит в секунду о ну да 3 процента 4 я все вижу я ничего не качаю еще кто другой же не знаю айпи 95 28 80 107 у меня айпи на стол на 10 начинается до хакера точнее вот теперь я качаю и все равно один парень качает ну а ну может быть это у меня это не знаю может быть и качал так пока я выбирал куда качать он у меня уже начал качать вот они играют уже две минуты так похоже он 3d какая то проблема с заливом их них видео на youtube поскольку все мои записи заливаются на youtube где то с длительностью 12 минут 10 иногда 4 приходится вручную потом все это заливать но это занимает много времени жалко ну ладно ну не все еще отложил по полной программе не так раньше нормально было на днях произошли перемены и у меня тэф почему то подлогин у меня еще три минуты будут качаться у меня еще три минуты будут качаться ты пока можешь начинать комментить эмм я не умею да и тут комментить то нечего пушат туда не знаю куда пушат зачем не знаю ладно смысл ясен я показываю все это дело что у Американцы, кстати, неплохо играют. А кому у нас американцы в верхней сетке слили-то? Чёрт знает. Так, у меня уже где-то процентов 60. 65 у тебя. Наверное, стрим там лагает. Да нет, вроде с маленькой скоростью меня качаешь. Нужно. Тут небольшие... У тебя ограничения, что ли, на upload стоит? Нет. Просто у нас, наверное, локация странная. Американцы, контрольный пункт будет подтвержден. Поехали. Чё, немножко. Я подсоединюсь. 78, 79. 80. Мне эта статистика нравится. У меня комары летают. Нет, таблетку забыл поменять. Ладно. В Литве озер слишком много. Пастбище для комаров. Диамакс, лучше бы сюда к нам пришёл. Потрясающая информация. Про комаров? От Вардена. Про Диамакса или комаров? Про обоих. Ага. Я уже захожу. А у американцев, кстати, криты. А ты? Нет. Я не делал целый минус один. Чё там у тебя? Закачалось мапы? Да. Я вырубаю фото. Диамакс, серьёзно. Лучше бы зашёл сюда, помог бы тупому комментатору. Точнее, не до комментатора. Поскольку файр мапу не приготовил. В общем, американцы взяли первый раунд с критами. Хотя, пока криты зажигали, делали минус один. На какого они, интересно, играют? На европейском? Не знаю. Вроде американцев не лагают. Наверное, что среднее. Где-то там на границе. Да вроде никто не жалуется на пинг с собой в сторон. Нижние сетки. Первый раунд, напомню, Португалия выиграла. У Латвии. В довольно напряжённом матче. Мы его комментировали в прошлый раз. Да, вроде было такое. Так, всё, я уже выключился. Сейчас я кончусь этот настрой только. Коин снова. Сверху. На предистале. Значит, у нас Португалия против Порту... Блин, против этих Соединенных Штатов Америки сборной. Ну, Португалия, в общем-то, вроде тот же состав. Никаких изменений я не вижу, только медик. Хаунтер, хаунтер. Да, хаунтер не был. И медик, волн. Там был какой-то другой, по-моему, медик. Из четвертого. Четвертого. Ну, из USA я тут знаю только Харблэо, который в раурах играл. Очень сильная команда, кстати. Была. На ЕТФ-2 Эли. Счёт у нас на данный момент 1-0 в пользу сборной Соединенных Штатов, но у них минус 6. И Португалия активно оттачит. Легко забирает вторую точку. И сейчас, наверное, это будет счёт уже 1-1. Штаты синие взяли 2 снипы и минусят это солдо моментально, то есть демосо, прошу прощения. Ничего неинтересно, да? 2 снипы, 2 снипы. Тихо. Довольно неожиданно. Ну, сейчас они взяли ХВ вместо Португалии. Слева выходит Португалия. В общем-то, Убера у синих нету. И... Ну, они как-то отчаянно пытаются дефиться. Но ничего у них, я думаю, не получится. Да. Счёт 1-1. Времени у нас ещё 20 минут. Предостаточно. Для обоих команд. Посмотрим за выходом на центр. Снэк Ватер тоже довольно новая мапа, поэтому тут... Центры могут быть весьма внезапные. По-разному разыграны. Но синий демос явно быстрее выходит. Так, с... Было заметно. Ну, сейчас... Португальцам весьма в агрессивную аркаду идут. Но их быстренько фиксят. А итога совсем никуда. Их вот чётко зафиксили сейчас просто. Вот они в два солдата прыгали. Американцы отошли. И просто их потом... Поубивали. Поэтому сейчас довольно лёгкий центр для американцев. Они забирают... Только... А, ну да. Минус медик был у американцев. Ну, ничего. Убер примерно одинаковый. Я не вижу убера. 36. 20. У американцев на 10% нет. У меня почему только красных убер отображается. А, кстати, у американцев крыты. Ну, у них в минус медик был, поэтому это довольно логичный поступок. Чтобы, так сказать, время отыграть. У них он уже почти готов. У португальцев только 40%. Минусится коинс. Они будут выходить сейчас снизу. Наверное, это будет тоже довольно лёгкий выход. Смотрим за демосом. Раскидывают пайп просто во все стороны. Не знаю, куда стрелять. От одного только. Все попрятались неплохо, конечно, португальцы. Да, да. Хорошо, они попрятались. Но у них только двое живых. Всё-таки они их просто чисто спамом перемашнили. И легко забирают точку. 2-1 в пользу Америки. Оставляют криты. Ну, пока играют. Что я смотрю, ровно. Криты, да, оставляют. Интересно. Ну, это Snakewater очень... Ну, да. Непредсказуемая карта новая. Здесь всякое может быть. Ну, она, по сути, не новая. Её просто недавно начали играть. Ну, да. Я имею в виду для активного... Уберспортивного применения. В общем-то, сейчас вот... Вот, португальцы не стали так аркадить. Они просто вышли и спокойненько перестреляли и отжали американцев. Что им позволило довольно легко взять центр. Судя по комментариям, SourceTV Coins там раздал. Как обычно. Coins там минус 2 сделал. Ну, да. Естественно, Coins тут стащила в сборной Португалии. И, конечно, он посильнее. Судя по всему, они играют на каком-то европейском сервере. Так как пинг, конечно, у американцев большой. То есть, вот только у одного человека меньше сотни по табу. А значит, фактически у всех больше сотни. От 100 до 150. Всё-таки, TeamFortles такая игра. Тут довольно... То, что сложно. Но игра с пингом, скажем так, 50 и 150. Особенно в 1.6 там пинг, конечно, больше решает. Да и у меня такой ход, который пинг тут вообще не видно абсолютно. Криты. Выходят, но... С другой стороны, там португальцы что-то вылезали. Но ничего у них не получилось. Солд аркадит на медик, забирает. Забирает медика, отлично. Но у португальцев только двое живых. Так что, наверное, американцы легко отожмут вторую точку. Без особых трудностей. Вот демос прыгает, кто-то... Плочит. Как-то все разбежались. Одного он солд забрал. Подбегает Coins. Coins двоих забирает. Просто великолепно. Лихо и бежит уже на ласт. Так как у меня, кажется, всего двое живых. Не, ну, решает не аркадить. Там медик и спот. Хотя можно было. Можно было и коицу там пораздавать. Но решал подождать команду. Но все-таки они довольно лихо. Те вместе зашли и раздали. 2-2. 2-2. Не могу отдать предпочтение. Одно из команд сейчас пока. Как-то... То есть вот 4 раунда, как я понял, там... Первый тоже был откровенно преимуществом американцев. То есть вот то туда, то сюда, как маятник. Посмотрим сейчас центром. Сейчас решили в аркаду пойти синий. Вот у них соулт прыгнул. Забрал только скота. Его быстро пофиксили. Но в ответ там тоже... Большие сейчас минусы у Португалии. Они спешно убегают. И опять центр за американцами. Довольно легко у них это прошло. Вот они догоняют скота там. Медик, медик. Медику удалось убежать. Но он как-то рискованно стоит довольно близко. Нет, все-таки решают отойти на последнюю. Убер есть у обоих команд. Ловим американцев криты должны быть. Криты горят. В итоге... Криты спалились просто так. И... Португальцы должны сейчас, по сути, отпушить на вторую. Хотя у них минус 2. Да. Так, ну что было у нас? Значит, криты слили уже американцы, да? Убекали. Португальцы вовремя зажгли убер. Ну, это им помогло. Не очень. Опять. Ну, теперь сейчас этот раунд абсолютно на стороне американцев. Американцы до сих пор оставляют криты. Ну, у них довольно неплохо получается с критами. Почему бы их не оставить? Нороший вызов сливать в Европе. Они не сливают медикам. Хорошо, вообще. У них где-то вроде неплохое у американцев. И вот тот сейчас хорошо перестрелял. Но его уже медик лечит. Сейчас вот опять американцы довольно агрессивно играют. Солдаты, скаут. Ну, у них сейчас получается, они зажимают там вдвоем. Тем временем там пытался скот синий какой-то коинс, да, по-моему, обойти. Но его тоже быстро пофиксили, те, кто был с медиком. Поэтому сейчас, да, хорошо очень сыграли. Грамотно. Американцы скауты тащат, судя по статистике. Ну, я думаю, точки решают. Ну, я особо не тащат. Это, наверное, поинты заточили. Команду и все эти товарищи. Ну, американцы вроде аркады слишком много. Ну, да. И это сейчас помогает. Вот с критами сейчас выходит. Двоих забирают. В общем-то, довольно легко это. О, вот это просто шикарно. Харблэ просто стрельнул вперед. И там вышел чувак прям на крит. Такой шикарный минус просто с полкарты. Солдат забирают. Это очень хорошее подспорье для антаки на последнюю точку. Что сейчас и делают. Американцы реализуют преимущество. Но! Стиль выбегает. Повезло, повезло бортугальцам. С респауном повезло. А, все равно. Что-то я не видел, что там произошло. Бэккэп какой-то там у них, походу, скаут. Да, там все пишут лол-ол. Там, видимо, скаут где-то подкрысил. А португальцы его и не заметили. Ну, такое часто бывает. Ну, в общем-то, сейчас уже начинает как-то вырисовываться преимущество американцев. Ну, у них такой стиль какой-то. Слишком агрессивный, быстрый. И португальцы не могут по нему подстроиться. Хороший стиль, на самом деле. Ну, сейчас опять американский солдат пошел в аркад. Какие-то нереальные просто джампы делают. Похоже, был похож на то, что он просто отвлекает. Но это особой пользы не дало. Там, Коинс пошел. Скауты неплохо медикой демо защищают. Криты неудачные, насколько. Демос, демос. Да, демос не очень. Вообще как-то не алё. Скауты американцев, конечно, дефят неплохо медикой демо, заметьте. Да, да. Есть такое. И ответы португальцев. Они легко всех тут забирают. И сейчас уже преимущество на стороне Португалии очевидно. Демо... Но медика, медика, они так и не забрали. Нет, не забрали медика. Значит, Uber опять будет раньше у американцев, критовый. То есть, они прямо вот так и держат португальцев. То есть, не дают им прям спуску со своими критами. Просто. То есть, постоянно, постоянно. Погорячился то, что Европа топовая команда, судя по их сборным. Особенно то, что не с критами все время. Хороший вызов Европе. Да, но опять же нельзя говорить, что это абсолютно топ Америки. Тоже сборная. Потому что... Я не думаю, что... Но если сборная так воюет, согласен, выиграть в этом. Ну... Блин, с таким пингом все-таки не очень приятно играть. Даже ради такой штуки. Ну, раз они с пингом таким тащат. О чем-то говорит. Как-то американцы опять своим агрессивным стилем, но их сейчас подловили. Подловили. Вот солдат прыгает в лочь. Не знаю, что он там делал. Забирают отлично. Тоду просто замещать. Медик идет, медик идет тэфить. И его тут подвигает Скотт. Просто... То есть... Очень агрессивный стиль. Даже медик идет оттащить просто с шприцами на солдата. Сразу же, моментально забирают точку. Как-то... Вот сейчас там коин себе, говорит, пытается демоза забрать. Но не удается. 6 кп всего остается. Но Тодо его тут же подбирает. Нормально. Очень приятно наблюдать за американским медиком. Как его дефят все. Кому не лень. Вот опять криты у нас пошли. То есть только португальцы собрались оттащить. Тут уже криты встречные. Очень интересно. То есть вот у медиков буквально пол хп на него сразу солдат прыгает. Ну и удается защитить. Сейчас преимущество 100% у португалии. Но даже несмотря на это вот демоз там что-то агриться на центр. Знаю, это всего интересно. Береза значит снайпера. Некий американский игрок. Несмотря на свой быстрый такой стиль, они умудряются играть вместе. Зависть берет. Очень хорошая игра. Мне тоже нравится. Солдат увешает хедшот. Сейчас возможно будет минус медик. Медик там стоит, боится выйти. Ой, ну как. Ну пинг. Пинг делает свое дело. Да, конечно. Пинг там просто. Хотя там медик в Португалии очень глупо пошел просто. Он вроде прям в голову ему попал. Но видимо... Да, да, я тоже видел. Вот это да, уже у вас покажется. Не пой и с пингом играть. Это совершенно другое. То есть сал там тоже не очень. Когда медшоты пролетают мимо тела. Он стал. Бывает такое. Уже немножко. Ну да, там полегче. Полегче. Но все равно, наверное, все-таки ты в голову целишься. Ну и как бы на этом иначе все-таки не смогли... Охренец! Блин, ну... Только хотел сказать, что... Португальцы воспользовались преимуществом. Реализовали его. Теперь я молчу, что Европа топ. Топ мира под Team Forest, ты хотел сказать? Ну, этого мы не знаем никогда. Ну, если только там не будут какие-то супер ланы. Или Катман там не заплатит деньги к американцам. И они не приедут в Киев играть. Это было бы эпично. Хотя, опять же, есть еще очень сильные команды в Европе. В Австралии, я знаю. Там есть парочка очень сильных. Достойных команд. И еще там где-то в Японии, по-моему, даже есть. В общем-то, Team Fortress довольно много где играется. Я ради интереса как-то искал. Нашел даже южноафриканскую лигу по Team Fortress. Из ЮАРа. Так что, кто знает. Чтобы сказать, что какая там команда самая сильная, это надо, конечно, проводить такой ивент, лан. Чтобы там были сильные команды. Надо, чтобы интернет подрос во что-то такое, чтобы могли играть чисто с разных концов вселенной с нормальным пингом. Это, к сожалению, невозможно с точки зрения физики. А так, да. Ну, почему? Я думаю, через лет 20 хотя бы. Ну, это невозможно. Понимаешь? Кто знает. Потому что расстояние чисто физически большое. Цвет даже проходит. Это расстояние там от Америки, не знаю, до России. За эти же... За это же 100 мы стоим. Примерно. Может, я что-то гоню, конечно. Ну, сейчас оптика как бы мало используется в любом. Но я сомневаюсь, что куда-нибудь... Ну, сравни интернет, который был в 2001 году и который сейчас. Думаю, через лет 20 тоже будет нечто другое. Только скорость и его распространенность. Ну, ладно. Вернемся к игре. Это все, конечно, очень интересно. Сейчас португальцы у нас пытаются бэкапить. Просто все команды. Медик, медик. Просто потрясающе. То есть, вот, у американцев в атаке просто участвуют все. Особенно медик. Уже второй момент, когда он не лечит, а именно идет с пиои, там, с прицами. Я не знаю, как у них там в Америке, но для Европы это, конечно, необычно. Когда нести. Редко так это делает. Но это весьма интересно. И, значит, собрали уже вторую точку. Будто тащить на последнюю. Убер уже есть, криты. Ну, как-то не отдаются. Вот сейчас зашли. А, обычно они взяли обычно Убер. Медик опять с пилой. Там пытается сделать. Но нет, сейчас хорошо отдачились португальцы. Ну, как-то там американцы вошли пушить с минусом. Уже с минусом, как-то не очень. Вот. И опять же, то есть, американцы в минус 3, но все равно они идут и плочат. Скотт даже забирает там кого-то. Кто-то, конечно, там всех раскатал. Но все равно. И демос прыгает. Вот. И не дают, не дают. Прямо из последних сил. Там Скотт пытался бы капить. Сейчас бы был бы эпик, если демос чуть-чуть еще поблочил. И Скотт бы взял последнюю. Было бы что-то. Кстати, мы спея пропустили, которого, походу, слили уже. Это, может быть, он и бы капил там на последних. С пистолетом полез на парней, конечно. Зажигает. Зажигает Скотт отлично. Подстерег медиками. Зажигает. В результате Португалия слила убер. И на вторую точку им уже не с чем выходить. Но они решают просто. Просто подавить. Ну, в принципе, у лангканцев минус два. Так, вот отлично. Сейчас фокус. Фокус внутрь. Хитовые все американцы. Просто не какущие. Но все равно они не отходят. Просто боевые парни. Забирают. Завидывайте. Ну, они как-то не отходят, но все равно они отдаются. Он сейчас. Не знаю. Это очень рисковый стиль игры. Ну, вот и пожалуйста. Минус шесть. Нет, минус пять. Один Скотт только живой, у которого там 20 кп. Его, естественно, очень быстро забирают. И у нас счет становится 4-3. Четыре минуты. Четыре минуты, да. Очень скользкий счет. У нас еще все может изменить. В ту или иную сторону. Ну, понятен. Проигрыш американцев. Они убер взяли. Ну, да, да, да. Ну, надо криты дальше брать. Решают все-таки с обычным пока поиграть. Как никто пока в аркаду не лезет. Вверх занимают солды синие. К ним прыгали красные и они их перестреляют в синий. Тебе фигню хоть сказал. Ну. Короче, португальцы слились. Ну, опять же, они довольно зажимались. И американцы хорошо заняли позиции. Просто их перестреляли. Но португальцам удалось сохранить мельника. Поэтому, я думаю, будет D в второй точке. И тут размен убера. Точно. Португальцам стоит поспешить, если они хотят на бедничье. Да, три минуты. Убер есть у обоих сторон. И опять же, вот американцы... А, нет. Бардон. То есть, португальцы, да, решают выйти. Ну, американцы, видимо, и ждали за просто размен уберов. В итоге медик умирает. Пропустили. Пропустили солдата. Португальцы просто вообще глупо. И пока он ждал, пока догорит медик. И просто его там в углу насиловал практически. И вот что-то как-то, да, португальцы что-то вышли. Да, как мне правильно пишут, абсолютно глупо вышли. Это точно. Просто глупо. Кио там пытается что-то сделать. Теф под лаганом прыгает. Оттуда красавец. Просто вообще. Невероятный теф просто. Это что-то сейчас было. И, видимо, да, им дается задевить минус 6. Но это просто там... Ну, это им ничего не дает. Миллисекунду. Там Тодда прыгает и минусит двоих. И тут... Да, это красавец. Вообще очень красивый момент. Вряд ли они успеют взять раунд за эти 2 минуты. 2 минуты? Ну, могут-то успеть. И сейчас очень агрессивно пойдут. Ну, медик уже снайпер. Хотя, да, у них преимущество в Убере. Если успеем накопить... Преимущество в Убере есть, да. Американцы решили не брать скрытые. Хотя, ему сейчас можно было это делать. Нет, с португальцами не успеют. Не успеют. Уберемый круглый. В степени рискован. Минус. Тем более теперь все. Минусит такие... Да. Да, дают спокойно. Сейчас я видел, спокойно стрелял снайпер. Он там 3 или 4 раза промахнулся. Потом только попал. Ничего с этим португальцы не делали. И медик там так и бегал. Ну, в общем-то, да. Хотя, несмотря на что, минус 6. У американцев тем временем. То есть, как-то с минусил, но они все равно вышли. Что-то я это пропустил. И минута 25. Ну, в чем может быть? Сейчас я легко забираю вторую точку. О, какая жалость. Какая жалость, что у нас никто не думает. Если они не сменили танку, то есть мапу, и из-за дилея мы не можем. Увидеть, чем это все закончилось. Я думаю, ничего не изменилось. Да, ну если бы каком ничья была, то тогда был бы голден кап в любом случае. Так что, скорее всего, португальцам не удалось взять последнюю точку. Хотя преимущество у них было солидное. Наверное, там хороший деф от американцев был. Не знаю. Чего не могу сказать. Все что угодно может быть. У тебя есть кто-нибудь в друзьях из португальцев? Или американцев? Да, есть. Пиши, спроси, какой счет. Думаю, всем интересно. У меня вот есть, но к сожалению, мы... Офлайн, чтобы... Офлайн уменьшить. Что-то я его потерял. Может быть, они тоже в офлайне. Да, наверное. Да, он в офлайн. 34 минуты назад. По сути, правильно еще. Да. Ладно, вторая карта у нас Гулеваш. Будет тоже очень интересно. Сейчас бах у тебя, я тоже. Здесь. Прикинь, нам какая-нибудь Final New One. Какой-нибудь новый Гулеваш, которого у нас вообще нет. Специально. Специально для этой игры. Арнольд написал. А, билет, не Арнольд. Бальц. Арнольд. Гулеваш, право. И важно. Здесь будет... Я думаю, что более интересную игру покажут португальцы. Не, я думаю, потому что все-таки... Думаю, американцы сейчас с какой-нибудь хоровой возьмут. Это довольно популярно, в отличие от Америки. В Америке, насколько я знаю, Гулеваш не очень популярная карта. Сейчас американцы 2ХВ возьмут и все, как говорят. Посмотрим, да, здесь возможно. То есть это одна из немногих кастомных карт, которые остались до сих пор и где можно использовать разные тактики. В связи с тем, то, что убрали Вейл, потом Фрейд, Гулеваш, там... Ну, Снайк Вотер тоже. Снайк Вотер, она просто новая. Там ЕТВ2Л что-то на 10 сезон мочат. ЕТВ2Л, да, они убирают все нормальные карты. Не, на 10 сезон они там сказали, типа, нормальные игроки будут сами выбирать, какие карты на 10 сезон. И, ну, говорят, будем пытаться делать все самое лучшее для вас, игроков, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Как-то так. Ну, это да, они хотят забить. Ну, кто знает, посмотрим. Возможно, вообще сезон не состоится, в связи с просто катастрофическим этим сезоном. Ну, я думаю, после лета что-нибудь попробуют. А летом, я думаю, бессмысленно собирать 10 сезон, поскольку слишком много людей отдыхают или уезжали куда-нибудь работать. Ну, летом, конечно, ничего не будет, это только осенью. После сентября? Да, после лана. А у вас еще лан будет? В Киеве. А, точно. Киев, Киберспорт-арена, да? Если он все-таки будет. Да. Сейчас Dreamhack будет. Это у нас CS 1.6. Ну, как Team Fortress, так там и не было, хотя все его очень долго ждали. Ну, его там и появилось. Даже Ассамблея отказалась Team Fortress в пользу Бринка. Просто вообще катастрофа. Хотя многие ТФеры сейчас ушли в... уже... Там многие Бринк играли, да. Но сейчас они проиграли отборочные и... Я черт их знает, что они сейчас делают. Не, ну, в Бринке до сих пор там очень много народу играет. Хотя, несмотря на то, что почти все отборочные уже закончились, иногда большой кубок. Ну, я слышал много там комментариев, потому что игра уже надоела. Удалось. Удалось завлечь довольно большую... большое количество команд и игроков. Все из-за денег. Те, кто бы сомневался. Итак, и у нас начали уже. Те, кто же... ... Продолжение следует...